Михай Чексент-Михай Поток Психология оптимального переживания Посвящается Изабелле, Марку и Кристоферу Как ковать счастье Секреты, мастерства Предисловие к русскому изданию Он по-настоящему мудрый человек Медлительный, хотя иногда решительный Погруженный в себя, хотя периодически расцветающий лучезарной улыбкой Взвешивающий слова и избегающий категоричных суждений Однако высказывающийся и пишущий Удивительно ясно и прозрачно Интересующийся больше другими, чем собой Однако любящий жизнь в самых разных ее проявлениях Сегодня он входит в число наиболее авторитетных и уважаемых психологов Его знают и ценят во всем мире, причем далеко не только коллеги Несколько лет назад в США вышла популярная антология Как сделать жизнь Она предлагает уроки мудрости На примере жизни выдающихся мыслителей и писателей прошлого и настоящего Начиная с Платона и Аристотеля Чексент Михай вошел в число героев этой книги Расположившись между Селлинджером и Диснеем Бизнес-сообщество относится к нему с огромным вниманием и уважением Его основное место работы сейчас Школа управления Питера Друкера в Клермонском университете, Калифорния На рубеже веков Чексент Михай вместе со своим коллегой Мартином Селигманом Стал основателем позитивной психологии Нового течения в психологии Которая направлена на изучение закономерностей Хорошей, осмысленной и достойной жизни Михай Чексент Михай родился в 1934 году на берегах Адриатики На территории, которая тогда принадлежала Италии А сейчас это часть Хорватии Его отец был венгерским консулом После крушения фашизма стал послом в Италии А когда захвативший власть в Венгрии в 1948 году коммунисты отправили его в отставку Решил остаться с семьей в Италии Где Михай и провел детство и школьные годы Заинтересовавшись психологией И не найдя в Италии подходящего университета Он перелетел океан, чтобы получить психологическое образование в США И после окончания Чикагского университета остался жить и работать в этой стране В Америке прошла и вся его профессиональная карьера Он автор полутора десятков книг В числе которых Смысл вещей, домашние символы нашего Я Творческое видение, психология эстетического отношения Личность в эволюции Быть подростком Стать взрослым Творчество И другие Однако Самая главная книга, которая принесла ему всемирную известность Это именно поток Через некоторое время после ее выхода в 1990 году Ей сделали блестящую рекламу Такие впечатленные читатели, как Президент США Билл Клинтон Спикер Конгресса Ньют Гингридж И британский премьер Тони Блэр Ее включают в рейтинге Ста лучших бизнес-книг всех времен Она относится к редкой категории Долгоиграющих бестселлеров Завоевав популярность среди массовой аудитории сразу после ее выхода Она продолжает переиздаваться чуть ли не ежегодно И уже переведена на 30 языков Это удивительная книга До того, как я взялся редактировать ее перевод Я читал ее по меньшей мере дважды Пользовался ею в лекциях и публикациях Безусловно, ценил ее Чему способствовало и личное знакомство с автором И совместная с ним работа Но только теперь Медленно и кропотливо перебирая слово за словом Я испытал подлинное мало с чем сравнимое наслаждение От того, как она написана В ней нет зазоров между мыслью и словом Каждое слово пригнано к соседнему Каждая фраза стоит на своем месте И в этом тексте нет ни одной щелочки Куда можно было бы просунуть лезвие ножа Это признак той редкой книги Слова которой не играют в свою игру Ведя веселый хоровод Или напротив складываясь В железобетонную конструкцию А прямо и точно Выражают ясную и хорошо продуманную картину мира Каждое слово не случайно В нем биение пульса живой мысли И поэтому вся эта книга Как живой организм В ней есть структура Порядок Непредсказуемость Напряженность Тонус И жизнь О чем она? О многом Если подходить формально О счастье О качестве жизни Об оптимальных переживаниях Категория переживания Действительно выступает для Чексент-Михая Одной из центральных И он убедительно показывает Пустоту и бессмысленность Блеска славы с одной стороны И материального процветания С другой стороны Благородных лозунгов И целей Если они не порождают У человека Ощущение внутреннего подъема Вдохновения И полноты жизни И наоборот Наличие подобных переживаний Вполне может сделать Счастливым человека Лишенного многих Привычных нам Материальных благ И удовольствий Счастье И удовольствие Это разные вещи И в этом Чексент-Михая Повторяет откровения Многих выдающихся философов Начиная от Аристотеля И кончая Николаем Бердяевым И Виктором Франклом Но не просто повторяет А выстраивает детальную Стройную И экспериментально подтвержденную Теорию В центре которой Находится идея Аутотеллических переживаний Или Попросту говоря Переживаний потока Это состояние Полного слияния Со своим делом Поглощение им Когда не ощущаешь Времени Самого себя Когда вместо усталости Возникает постоянный Прилив энергии Чексент-Михая Обнаружил его В своих исследованиях Творческих личностей Но поток Не является Исключительным Достоянием Каких-то Особых людей Вот уже Три десятилетия Продолжаются Исследования И дискуссии Вокруг этого явления Выходят все новые Книги Но одно ясно Состояние потока Одна из самых Прекрасных вещей В нашей жизни И самое важное В отличие от других Похожих состояний Которые время от времени Попадали в фокус Внимания психологов Например Пиковые переживания Счастье Субъективное благополучие Поток Не снисходит на нас Как благодать А порождается Нашими Осмысленными усилиями Он В наших руках В нем Удовольствие Сливается с усилиями И смыслом Порождая питающие Энергией Активное состояние Радости Поэтому поток Напрямую связан С характеристиками Личности Уровнем ее развития И зрелости Чексент Михай Вспоминает Что когда он был Ребенком Он оказался В эмиграции В то время Как в его родной Венгрии Все рушилось Один строй Уклад жизни Сменялся другим По его собственным словам Он наблюдал Распад того мира В котором в начале Своей жизни Был довольно Комфортабельно укоренен И он удивлялся Как много Взрослых людей Которых он знал ранее Как людей Успешных И уверенных в себе Вдруг становились Беспомощными И теряли Присутствие Духа Лишившись Той социальной Поддержки Которая у них Была в старом Стабильном мире Лишенные работы Денег Статуса Они превращались Буквально В какие-то Пустые оболочки Но были И люди Которые Сохраняли Свою цельность Целенаправленность Несмотря на Весь окружавший Их хаос И они во многом Служили для других Примером Опорой Которая помогала И другим Не терять надежду И самое интересное Что это были Не те мужчины И женщины От которых Этого можно было Ожидать Невозможно было Предсказать Какие люди В этой сложной Ситуации Сохранят себя Это не были Ни наиболее Уважаемые Ни наиболее Образованные Ни наиболее Опытные Члены общества С тех пор Он задумался Над тем Каковы Источники Силы Тех людей Которые Оказываются Устойчивыми В этом хаосе Всю свою Дальнейшую жизнь Он считает Поиском Ответа На эти вопросы Которые Ему не удается Найти Ни в чересчур Субъективных И зависящих От веры Философских И религиозных Книгах Не в слишком упрощенных И ограниченных По своему подходу Психологических Исследованиях Это были люди Которые Сохраняли Свою устойчивость И достоинство В бурях Второй мировой войны Которые Сделали Что-то Невозможное И в этом Можно было Найти ключ К тому На что человек Способен В своих Лучших Проявлениях Книга Поток Представляет Собой Очень нетривиальный Подход Ко многим Проблемам Общепсихологии Прежде всего К проблемам Эмоциональной Жизни Человека И регуляции Поведения Чексент-Михай С убедительным Историческим И экспериментально-психологическим Материалом В руках Методично Шаг за шагом Опровергает Мифы Массовой Потребительской Культуры И ее Ответвление В более Высокой Ценовой Категории Гламура Эти мифы Известны Не надо Грузиться Не надо Париться Все главные Ответы На жизненные Задачи Просты Чтобы быть Счастливым Надо не думать О сложностях И неприятностях И иметь Побольше денег Чтобы ни в чем Себе не отказывать Книга Чексент-Михай Как и другие Его работы Не оставляет Камня на камне От этой Сладкой лжи Он утверждает Человечество Развивается Мир В котором Мы живем Становится Все сложнее И человеческий Ответ На этот Вызов Сложности Не прятать Голову В песок А самим Становиться Все более Сложными Более Уникальными И одновременно Все более Связанными С другими Людьми Идеями Ценностями И социальными Группами Радость Потока Это высшая Награда Которая Может одарить Нас Природа За стремление К решению Все более И более Сложных Осмысленных Задач И которую Другим Способом Получить Невозможно В отличие От уровня Жизни Качество Переживаний Можно Повысить Заплатив Только одной Валютой Вложением Внимания И организованных Усилий Другая Валюта В царстве Потока Не имеет Цены Ключ К счастью Лежит В умении Контролировать Себя Свои Чувства И впечатления Находя Таким образом Радость В окружающей Нас Повседневности Мы часто Повторяем Старую Поговорку Каждый Человек Кузнец Своего Счастья Обычно Забывая При этом Насколько Сложно И трудоем Кузнечное Ремесло Полвека Назад Эрих Фром В своем Философско-психологическом Супер Бестселлере Искусство Любить Сумел Убедить Нас Что Любовь Не просто Пассивное Переживание Которое Нечаянно Нагрянет А активное Отношение Несуществительное А глагол Чексент Михайя В некотором Смысле Повторяет Его путь Применительно К другому Столь же Важному Явлению Нашей Жизни Счастью Он Напоминает Счастье Это не то Что Просто Случается С нами Это и Искусство И наука Это то Что требует И усилий И своеобразной Квалификации Зрелая Сложная Личность Несчастливее Незрелой Но Счастье У нее Другого Качества Масштаб Личности Не связан С шансами На счастье Но Связан С масштабом Этого Счастья Бывает Счастье Попроще Более Доступное Штампованное Одноразовое А бывает Сложное Неповторимое Ручной Ковки И Все В конечном Счете Зависит От нас Вот Об этом И рассказывает Эта Великая Книга О жизни В ее Полной Глубине И Перспективе Настоятельно Рекомендую Вам Послушать Ее Аудиоверсию Дмитрий Леонтьев Доктор Психологических Наук Профессор МГУ Имени Ломоносова Предисловие Автора К русскому Изданию Поток Был впервые Опубликован В США В 1990 Году И с тех пор Его перевели На 30 языков В том числе На такие О существовании Которых Я даже Не подозревал Причина Популярности Этой книги Проста В ней Говорится О важном Явлении Знакомом Практически Любому Читателю Однако На тот Момент Обойденным Вниманием Психологов Когда я Начинал Писать О состоянии Потока В психологии Господствовал Бехевиоризм Утверждавший Что люди Как и крысы И обезьяны Расходуют Энергию Только при Условии Уверенности В том Что их Поведение Будет Вознаграждено Какими-нибудь Внешними Изменениями Уменьшением Боли Появлением Еды Или Еще Каким-нибудь Желательным Результатом Мне казалось Что эта теория Вполне Полезная В общем Смысле Игнорирует Некоторые Из важнейших Мотивов Человеческого Поведения Глядя Глядя на то Как сторонники Бехевиоризма Или психоанализа Пытаются Объяснить Почему люди Прилагают Столько усилий Чтобы сочинять Стихи Музыку Зачем Они танцуют Зачем С риском Для жизни Покоряют Горные Вершины Или в одиночку Переплывают Океан В маленькой Лодке Я видел Что их Теоретические Построения Становятся Все более Запутанными И невероятными И они Начинали Напоминать Мне Астрономов Пытавшихся Объяснить Мне Движение Планет В рамках Системы Птолемия Проблема Заключалась В том Что психологи Применяя Научный Подход К человеческому Поведению Увлеклись Существующими Механистическими Объяснениями И упустили Извиду Что поведение Человека Представляет Собой Совершенно Особый Феномен Процесс Который Эволюционировал В сторону Большей Автономии Большей Произвольности И ориентации На развитие Чем все Материальные Процессы Изучавшиеся Ученными Ранее Пытаясь Придерживаться Научных Принципов Психологи Парадоксальным Образом Забыли Самое Первое Правило Чистой Науки Подход К пониманию Любого Явления Должен Соответствовать Природе Наблюдаемых Феноменов В этом отношении Гуманитарные Науки Оказались Значительно Более Пригодными Для исследования Сути Человеческой Природы Чем Научная Психология Поэты Писатели Философы И некоторые Психологи Как например Абрахам Маслоу Уже давно Заметили Что если Человек Занимается Деятельностью В которой Он добился Совершенства Такое Занятие Становится Вознаграждением Само по себе Почти Шестьсот Лет Назад Данте Альгери Написал В своем Политическом Трактате О монархии В каждом Действии Главное Намерение Совершающего Его Есть Выражение Своего Собственного Образа Поэтому Любой Делающий Что бы Он Не делал Наслаждается Своим Действием Поскольку Все сущее Стремится К существованию И через Действие Делающий Раскрывает Своё Бытие То действие Несёт Наслаждение По своей Природе Состояние Потока Возникает Когда мы Делаем Что-то В чём Выражается Наша Сущность Именно Это Толстой Описывает На страницах Анны Карениной Когда Константин Левин С завистью Наблюдает За своими Крестьянами Ритмично И слаженно Машущими Косами Между рядами Пшеницы Именно Это Чувствуют Музыканты С головой Погружающиеся В исполняемые Ими Произведения Спортсмены Приближающиеся К пределу Своих Возможностей Любой Работник Если он Сознаёт Что отлично Справляется Со своим Делом Этот опыт Представляет Собой Не какой-то Странный Побочный Продукт Деятельности Человеческой Психики Скорее Можно Утверждать Что это Эмоциональная Составляющая Реализации Человеком Своих Возможностей Передний Край Эволюции Потоковые Переживания Заставляют Нас Идти Дальше Достигать Новых Уровней Сложности Искать Новые Знания Совершенствовать Свои Умения Во многом Это Именно Тот Двигатель Благодаря Которому Произошел Переход От Гоминид Озабоченных Лишь Своим Выживанием К Хомо Сапиенс Сапиенс Который Не боится Рисковать И Чтобы Чувствовать Себя Лучше Должен Больше Уметь За 20 лет Прошедших Со дня Первого Издания Этой Книги Понятие Потока Использовалось Самым Разным Порой Довольно Неожиданным Образом Например В январском Выпуске Журнала New Scientist Написано Что все Дизайнеры Видеоигр Стремятся Вызвать У пользователей Своей продукции Состояние Потока И это Преподносится Как Общеизвестный Факт Терапевты Рекомендуют Переживание Потока В качестве Лечения Хронических Болей При Ревматическом Артрите Это Понятие Используется При подготовке Спортсменов Олимпийцев В проектах Новых В конечном счете Эта книга Всего лишь Попытка Понять Что делает Нашу жизнь Более радостной И достойной Того Чтобы жить Она была Написана Не для Профессиональных Психологов Но для каждого Кто хочет Наполнить Свою жизнь Смыслом То есть Для вас Михай Чексент Михай Клермонт Калифорния Январь 2011 Года Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...